Буквально в нескольких верстах от Гжели, в городке Ликино-Дулёво Московской области, находится главный и давний соперник Гжельского – Дулёвский фарфоровый завод. И, кстати, завод в Дулёво появился благодаря тому же предпринимателю Якову Кузнецову, который в 1832 году вместе с сыновьями Терентием и Анисимом перенёс производство из Гжели сюда. К началу XX века фарфоровая империя, так скажем, Кузнецова, включала в себя 8 фарфоровых заводов, которые выпускали 2 трети всего русского фарфора. Как и Гжель, Дулёвский фарфор расписывают вручную. Однако эскизы и техники куда разнообразнее. Отражать историю в сюжетах начали ещё после Октябрьской революции. В заводском музее можно увидеть портреты героев, страницы Советской Конституции, сюжеты из важных событий в жизни страны. Перелёт Чикалова в Америку. И вот этот замечательный тоже факт в истории нашей страны. Вот, пожалуйста, карта перелёта из Москвы до Америки, портреты лётчиков из легендарного экипажа. Но, пожалуй, самой монументальной работой можно назвать вазу «Победа» руки Дулёвского скульптора Алексея Сотникова. Всего таких в стране две. Над первый художник работал год с 1943 по 1944. Во время Великой Отечественной войны работал в Москве, служил в Москве в студии военных художников имени Грекова. И в 1943 году, когда наметился перелом в войне, Алексей Георгиевич решает выполнить монументальную вещь фарфори, посвящённую, как он был уверен, предстоящей победе. Галина Крутого работает на заводе полвека. О своём фарфоре рассказывает с особой нежностью, потому что каждое изделие здесь уникально. За почти 200 лет Дулёвский завод пережил и революцию, и войну, и смену нескольких режимов. Но по сей день остаётся крупнейшим фарфоровым предприятием страны. Секрет выживания Дулёвского фарфора в том, что он всегда шёл в ногу со временем и ориентировался на массового потребителя. В самые тяжёлые периоды в истории страны искусство отходило на второй план. Отечественная война, мы сократили свои объёмы, но завод продолжал работать, выпускал не только обычную продукцию, но выполнял и военные заказы, выпускал изоляторы для фронта, для связи, выпускал посуду для госпиталей. Рисунок на современном фарфоре менее яркий, чем на старинном. Причина в том, что прежде фарфор расписывали свинцовыми красками, они обеспечивали насыщенный цвет, но были вредны для здоровья. А вот главным брендом Дулёва были и остаются фирменные розаны в декоре. Секреты создания тонкого уникального рисунка передаются новым мастерам. Мария Морозова в свои 30 лет всё ещё ученик. Она закончила юридический факультет. Но после декретного отпуска поняла, что роспись посуды ей ближе холодных букв закона. Теперь осваивает законы живописи. Сначала азы живописи – это мазки. Обычные, простые мазки. Потом с изгибами, потом с набором тени. А потом уже, по существу, каждый рисунок состоит из мазков. То есть мазок к мазку, и получается цветочек, лепесточек. В её семье дулёвский фарфор – настоящая реликвия. Даже для рядового чаепития на стол ставят чашки местного производства. Вы знаете, у меня лично дома даже есть тарелки. Вот я посмотрела, раньше наклеимый год ставился, 63-й год. То есть, понимаете, у нас город достаточно маленький. Моя бабушка лично работала живопиской здесь. Ольга Ивановна – наставница Марии. На заводе она работает более 30 лет. Говорит, в начале 80-х в этом цехе места свободного не было. Более сотни живописцев выпускали филигранные сервизы, как горячие пирожки. Я рисую не один и тот же рисунок. Вот я не могу сейчас даже сосчитать, сколько рисунков прошло через мои руки. Понимаете? Да, вроде этот рисунок создаю не я. Но я, когда мне дают его, это вот как мой. Я его начинаю осваивать. Начинаю осваивать, начинаю делать кальки, начинаю подбирать кисти, краски. И все это как вновь. Понимаете, здесь нет какого-то вот монотонного однообразия. Нет. Ольга Ивановна шутит. Теоретически жители Дулёва и окрестностей – миллионеры. Ведь в каждом доме есть минимум один уникальный сервиз. У многих жителей Дулёва есть в доме старинный фарфор, который передается по наследству. Он очень высоко ценится. Он и сейчас ценится, но тогда он был дефицитом, что скрывать. И купить фарфоровый сервиз – это считалось очень большой удачей. Выпить чаю из дулёвского фарфора и сейчас скорее роскошь. А сама традиционная русская посуда особой популярностью пользуется у заезжих иностранцев. Потому что сервизы насчитывают порядка 70 предметов на все случаи и к любому столу. У нас здесь бывают иностранцы, иностранные делегации. И они бывают в нашем магазине. И все равно они покупают. Потому что дулёвский фарфор, он очень красивый. Он очень красивый и очень ценится. Уже, как можно сейчас говорить, экологически чистый. На протяжении столетий русская посуда всегда была ручной работой и из чистых природных материалов. В век массовой штамповки и пластика простой гончарный круг стал почти экзотикой. Но только не для учеников Светланы Борисовой. Многие из них предпочитают угощать чаем гостей из чашек собственного производства. В Институте национальной культуры Мордовии курс декоративной керамики начинается с азов гончарного дела. Вот такая заготовка, напоминающая таблетку, нам нужна для изготовления изделия в миске. Вообще в народе гончары её называли чашка. Потом постепенно начинают поднимать стенки. С этого момента Светлана начинает контролировать каждое незначительное движение пальцев. Сначала формируется дно, потом стенка. Дно, потом стенка. За десятки лет она научилась чувствовать живой материал. И кажется, технология проще простого. Так, теперь раздвигаем дно. И не убирая руки, поднимаем стенку. На самом деле выполнить базовую форму обычной бытовой миски ученикам удается с трудом. Всё это не в один раз делается. Несколько приёмов. Дно, потом стенка. Всё время следите за центровкой и следите за упором. Руки должны опираться на станок. Самое сложное – придать правильную форму. Качество изделия и сейчас оценивается по старинным параметрам. Сейчас пришла в голову такая фраза, которую когда-то сказал Прокофьев, композитор. Тот, кто не прошёл, не изучил классическую гармонию, не имеет права на новаторство. В начале, конечно, да, студенты должны изучить классику. А классика для нас – это народная гончарная посуда. В основном декоративной керамике обучаются девушки. Андрей – единственный парень на курсе Светланы. Он решил своими руками дома собрать гончарный круг. Я в зарез интернет решил найти, как всё устроено, попытаться самому собрать гончарный круг, потому что он настоящий, стоит слишком дорого, и денег пока таких я не заработал. Его однокурсница Илона решила запачкать руки в глине, потому что для неё древнее ремесло отлично сочетает приятное с полезным. Она, во-первых, успокаивает, снимает стрессы, напряжение, также развивает моторику. И самое главное, что она помогает почувствовать себя творцом. То есть из твоих рук выходит настоящее произведение искусства. Главный секрет изготовления глиняной посуды не в обжиге, а в способе, при помощи которого посуду делают водонепроницаемой. Для этого чаще всего используют молоко. Вот в соренную поступали так, очень просто. Брали молоко и поливали. Вот так поливали со всех сторон, полоскали в молоке. Жирное молоко образует плёнку, которая в итоге после повторного обжига не даёт посуде пропускать воду. И, кстати, цвет конечного изделия тоже зависит от молока. Чем дольше держишь в молоке, тем чернее будет цвет. Кроме молока, в старину в ходу гончаров шло почти всё, что было под рукой. Потому что глазурь всегда была дорогим материалом, а глиняной посудой в основном пользовался небогатый деревенский народ. Светлана вообще считает посуду ручной работы живой, ведь в ремесле гончара двух одинаковых чашек не бывает. Главное преимущество глиняной посуды – в её термических качествах. Глина сохраняет тепло и при этом не перегревается сама. Во-первых, она не обжигает. Можно пить горячий чай. И кружка не обжигает. То есть губы не обжигает керамика. Потом можно погреть, например, руки. Светлана давно заметила, несмотря на то, что гончарным делом сейчас занимаются не по необходимости, а скорее для души, желающих сделать посуду своими руками меньше не становится. Причём речь не о студентах. Взрослые люди абсолютно разных профессий. И вот поскольку таких обращений было немало, то появилась идея организовать школу гончарного искусства в рамках нашего института. Вот эта школа существует уже третий год. Приходят люди к нам, занимаются люди разных профессий. И православные священники, и учителя, и полицейские, то есть инженеры, даже главный инженер у меня был. И глядя на то, как её ученики стараются впервые сделать свою чашку, Светлана уверена – гончарное дело никогда не уйдёт в прошлое. Как и русский самовар. Чай в расписной чашке, подварение и баранки даже в 21 веке остаются доброй семейной традицией, которая, пожалуй, уже никогда не прервётся. КОНЕЦ